С 7 по 11 января в Даугавпилсе проходит третий международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен, за победу в котором борются более 2000 участников из 15 стран. Хотя в этом году концерты проходят в непривычном формате, посмотреть выступления вокалистов сможет любой ценитель музыки. Изначально этот конкурс проходил в рамках международного фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола», который за 20 лет стал одним из самых ярких и значимых событий культурной жизни Даугавпилса. Однако со временем конкурс молодых исполнителей развился и стал отдельным мероприятием, которое на этот раз прозвучит в ином формате. Выступления из храмов и концертных залов переместились в виртуальное пространство. 66 хоров, 81 солист, а также вокальные ансамбли и дуэты, представляющие Латвию, США, Болгарию, Грузию, Хорватию, Македонию, Румынию, Швецию и другие страны прислали записи своих выступлений. Лучшие из них с 7 января все желающие могут посмотреть на YouTube-канале Latvian Contests. И первоначально этот конкурс мы планировали проводить как очно, так и дистанционно, потому что летом было понятно, что эпидемия будет, пандемия будет продолжаться. И тем не менее многие участники хотели приехать в наш город. Но ситуация такая, какая она есть, и, конечно, мы вынуждены проводить этот конкурс дистанционно. Все присланные записи будет оценивать жюри, в состав которого входят 8 экспертов по вокальной музыке из 6 стран. Победители будут определены в нескольких категориях. Традиционная оригинальная рождественская песня, народная рождественская песня, произведение сакрального характера рождественского периода, современная рождественская песня. Результаты будут объявлены на следующей неделе. Организация музыкальных конкурсов «Удаленно» в 2020 году стала обычной практикой. В Даугавпилсе в таком формате прошло уже несколько мероприятий, выступления участников которых, наряду с выступлениями участников конкурса рождественских песен, также можно посмотреть на канале YouTube. Канал Latvian Contests сделан специально, чтобы освещать ход наших даугавпилских конкурсов. Как известно, это конкурс «Судробозванный». Также недавно мы создали конкурс молодых пианистов имени Оскара Строка, который прошел в прошлом году, кстати, удаленно и очень успешно, с большим количеством участников. И вот на этом канале мы также можем видеть выступления пианистов на этом международном конкурсе. Также теперь на этом канале мы можем видеть выступления участников конкурса «Рождественская песня». И дальнейшие конкурсы. В этом году также у нас планируется большой международный конкурс имени Родко. И также будут выложены записи и нашего нового даугавпилского международного конкурса. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.